Приветствую вас, уважаемые друзья! Меня зовут Алексей. Позвольте мне задать вам вопрос. Как хорошо вы работаете с программой ArchiCAD? Насколько хорошо вы владеете программой ArchiCAD? Как быстро стандартными средствами ArchiCAD вы сможете сделать, например, вот такой подвесной потолок? Именно реальный трехмерный подвесной потолок, а не с помощью текстур, например. С источниками света, с отверстиями для воздуха, с вентиляторами и вообще в стандартной библиотеке сможете ли вы найти данные элементы? Как быстро вы сможете сделать, например, такой вот фальшпол с конструкцией именно фальшпола? Как быстро вы сможете разложить плитку на стенах, например, или сделать отделку стен, например, вот таким вот образом? Или, к примеру, вот таким? Как быстро вы сможете сделать, например, вот такую землю стандартными средствами ArchiCAD? Или, к примеру, отверстие в стене произвольной формы? Сейчас я включу слои, увидите. Например, вот такое отверстие. Как быстро вы все это сможете сделать? Что если я вам скажу, что вот такой потолок можно сделать всего за 2, максимум 3 минуты? Пол, например, такой вот, можно вообще сделать буквально за 1,5 минуты. Отделку такую тоже можно сделать очень быстро. Насколько повысится ваша эффективность работы, если вы все это сможете уметь делать быстро? С помощью чего можно все это делать быстро? Это можно делать с помощью дополнений фирмы SIGGRAPH для программы ArchiCAD. Например, дополнение ArchiMap. С помощью данного дополнения можно, имея обмерочный чертеж помещения, сделать трехмерную модель помещения. То есть, у вас есть план, вы сделали замеры рулеткой, и потом, нарисовав каждое помещение по отдельности, вы можете получить трехмерную модель помещения сразу. Следующее дополнение ArchiGilie Rossi. С помощью данного дополнения можно создавать планы реконструкции и перепланировки. То есть, например, у вас есть исходный план, вы его сохраняете, и потом делаете новый план. То есть, на нем добавляете стены, окна, какие-то части убираете, и так далее. И потом, уже имея новый план, вы можете с легкостью создать план перепланировки. То есть, на котором будут отмечены стены, которые убирались, стены конструкции, которые добавлены, и тому подобное. Следующее дополнение ArchiMaterial. С помощью данного дополнения с легкостью можно менять материал на разных объектах. То есть, вам, например, на окне, двери, еще на каком-то объекте нужно поменять один и тот же материал. То есть, дерево, например, поменять на краску 0.1, к примеру. То вы с легкостью это можете сделать, не заходя в каждый из объектов по отдельности. Очень удобное дополнение для работы с материалами. Следующее дополнение ArchiPanel. С помощью данного дополнения можно создавать подвесные потолки, фальш-полы и тому подобное. То есть, сразу вы создаете подвесной потолок с конструкцией. То же самое фальш-полы. Кроме этого, можно устанавливать всякие разные элементы на потолке. То есть, освещение, лампы, вентилятор, пожарную сигнализацию и тому подобное. То есть, очень хорошее, очень удобное дополнение для создания подвесных потолков. Далее, ArchiFasade. С помощью данного дополнения можно убирать эффект перспективы с фотографии фасада. То есть, если вы сфотографировали где-то на улице фасад, то можно вот с помощью данного дополнения убрать эффект перспективы. То есть, как бы выровнять фотографию. Кроме того, можно с помощью данного дополнения создавать билборды, так называемые. То есть такие фотографии объектов, которые можно вставлять потом в трехмерный вид. Далее дополнение, которое мне очень нравится. Очень полезное дополнение Archive Wall. С помощью данного дополнения можно делать своеобразную, разнообразную, вернее, отделку стен. Можно профилями, можно переходящий один в другой профиль и так далее. Кроме того, можно делать отделку плиткой. Можно создать любой узор на стене. Можно часть стены перекрасить, произвольной формой сделать. То есть также декоративную какую-то отделку, например, сделать произвольной формы. Сделать отверстия произвольной формы. Окна также можно делать и ниши, углубления в стенах. Кроме того, тут есть еще система карнизов и водосточных желобов. То есть такое очень удобное дополнение, очень хорошее дополнение для редактирования, для создания отделки стен. Следующее дополнение – архискетчи. С помощью данного дополнения можно придавать чертежам, двухмерным чертежам, такой вид, как будто они сделаны от руки. То есть как будто сделан набросок от руки. Можно выбрать вариант наброска и, соответственно, потом создать. Следующее небольшое такое дополнение – архиротейт. С помощью данного дополнения можно стандартные объекты архикада, мебель архикада, например, вращать. Если взять обычное вращение, например, то есть если вы зайдете в мебель, то там можно вращать только по оси Z. То есть вокруг себя объект можно вращать. А с помощью данного дополнения архиротейт можно поворачивать объекты уже под разными углами, по разным осям и в разных плоскостях. Следующее дополнение – архитера. С помощью данного дополнения можно создавать различную землю. То есть вы можете по координатам создавать землю, вы можете случайным образом создать землю, есть такой инструмент и тому подобное. То есть тут можно разные варианты холмов, гор выбирать, если вы случайно создаете, например, землю. Кроме того, можно сделать какие-то насыпи, перекрасить участки земли, сделать тротуары, дороги, например. Кроме того, водоемы можно сделать, поставить деревья, камни разложить на земле, стены, ограждения сделать. То есть можно, например, сделать ограждения, можно сделать отбойники, например, вдоль дороги. Вот и опорные стены можно строить. То есть такое очень удобное дополнение для работы с землей. Далее дополнение – архиформа. С помощью данного дополнения можно создавать различные геометрические формы. То есть такие как призмы, конусы, пирамиды, сферу. Кроме того, можно создавать трехмерный текст с помощью данного дополнения. Объекты выдавливания, вращения, поверхности можно создавать и тому подобное. То есть очень удобное дополнение для работы именно с геометрическими фигурами, для создания каких-то геометрических форм. Кроме того, можно, например, делать декоративную, опять же, отделку на стене, причем на дугообразной стене. То есть, если, например, с помощью дополнения архивол у вас на дугообразной стене не получится сделать отделку, произвольной формы я имею в виду отделку, то с помощью данного дополнения вы можете это сделать. Следующее дополнение – архистейр. С помощью данного дополнения можно создавать лестницы как стандартной формы, так и произвольной формы. Тут гораздо больше настроек и возможностей, чем в обычном дополнении, с помощью которого создаются лестницы в архикаде. То есть тут можно делать закругленные ступеньки, можно делать, например, разные виды балясин, разные виды ограждений. То есть настраивать можно наконечники и тому подобное. Кроме того, у него есть такая специальная функция, с помощью которой можно автоматически вырезать отверстия для лестницы в перекрытиях. Ну и можно делать лестницы произвольной формы, то есть собственные лестницы. Вот, пожалуйста. И еще одно дополнение, которое называется Architials. Сейчас с помощью данного дополнения можно создавать свои собственные плитки и делать раскладку плитки, как на полу, потолке, так и на стенах. Можно разнообразные варианты делать раскладки плитки. Вот, у него есть 8 своих стандартных, плюс еще вы, собственно, можете создавать варианты. И вы с легкостью можете раскладывать данную плитку на полу, потолке, стенах. Кроме того, вы можете какие-то плитки заменять. То есть если вам какой-то собственный узор нестандартный, нужно сделать, например, на полу. Вот это дополнение, с помощью которых можно намного себе облегчить работу в Arficad, сделать работу свою более эффективной, более быстрой. Все эти дополнения вы можете изучить, пройдя видеокурс по дополнениям фирмы SIGGRA в программе Arficad. Продолжительность курса 5 часов 30 минут, то есть это 330 минут учебного видео, которое поможет вам сэкономить массу времени при создании своих собственных проектов в Arficad. Как следствие, это ведет к увеличению вашей производительности труда, к увеличению эффективности вашей работы, к раскрытию ваших творческих способностей, потому что у вас открывается масса новых возможностей при создании каких-то объектов, элементов в Arficad. Ну и как следствие, увеличение вашего заработка в будущем. Закажите видеокурс по дополнениям фирмы SIGGRA в программе Arficad, пройдите его, изучите эти дополнения и откройте для себя более легкие, быстрые и эффективные методы и способы работы в программе Arficad. Спасибо за внимание и до встречи на уроках. Субтитры создавал DimaTorzok